Девушки отдыхают Девушки отдыхают И вот хочу сказать, что все, что это касается, мы также ощущаем это все на своей организации, особенно и уже уделяем много времени этим проблемам. Особенно это сказывает, допустим, проблема интеллектуальной потенциал в Москве. Мы уже пришли к этому, что без этого просто организация не может существовать и начали уже делать первые или вторые шаги. То есть мы определились, мы сейчас уже определили несколько этапов. Берем сейчас к себе на практику студентов, которые обучаются, которые наиболее талантливы по оценкам преподавателей. Вот они у нас проходят практику, мы смотрим на протяжении нескольких лет, как мы планируем, как это начали. Вот уже одну девочку после практики взяли, которая себя проявила, отличница университета имени Сухова. Вот и сейчас у нас на практике, так, круглый год у нас уже есть договоренность с вузами. Все хотят, но организация не может всех разместить и обеспечить рабочее место. Значит, мы с вузами договорились, что с сентября месяца начнем программу интеллектуальную для студентов, для того, чтобы можно было разбирать не по взглядам преподавателей, а тут была программа, которая могла бы, хотя бы на этом уровне, добрать студентов, которые отличаются своей неординарностью, интуицией, умением принять решение. Вот более того, вот здесь, когда была встреча Беларусь-Москва, был вице-президент Академии наук России, ФРОЛУ, вот он нас посетил, обещал полностью поддержать, у него есть эта программа уже разработанная, которая может определить человеческий потенциал, либо ему быть ведущим, либо ведомым, может он принимать решение, либо ему надо идти за кем-то, либо быть ему ученым, либо хорошо пастухом, условно. Идем сейчас переговоры, чтобы этих лучших студентов можно было посылать на практику за границу, в принципе, да, либо заграничной. Но, значит, проблема языки, который не владеет хотя бы одним языком. Не владение одним языком не позволяет полноценно раскрыться. Это не может специалист считать себя специалистом, если он не владеет языком. А это минимум должен быть, а так это надо знать. Английский это обязательно, так немецкий, французский, итальянский, испанский. Ну русский хотя бы. Ну русский это самое сложное, если мы не говорим. Писать письмо, это уже сверхинтеллектуал, так сказать. Попробовать в интернет, почитать, узнать и связаться с иностранцем. Написать не проблемы государства, это проблемы организации и их человеческого потенциала. Мы плотно работаем с художниками. Значит, у нас создан свой сайт, называется ArtGomel. Мы уже ведем полгода работу, проводим. То есть уже порядка 15-16 художников у нас на сайте, лучшие их работы и все работы. Вот один из художников, вот видите, Андрей Крылов, член Союза художников Беларуси. Так, как и молодые, так же, как и опытные на этом сайте. То есть он подразумевает здесь, что мы ходим и промыслы, и глина. Вот здесь у нас была выставка, до этого с мусорского художника. На глине и будет вот следующее. Мы каждый месяц проводим выставки. Вот сейчас вы видели там Писко, это бывший тренер Алёка Этики. Вот до этого был Радченко, художник молодой. То есть у нас это уже поэтому программа. Так, как каждый месяц мы обновляем, вот им помогаем и себе, и сами, так сказать, видим какую-то возможность вдохновения и общения. Мы учредители баскетбольной команды «Спартак Кандиды». Вы такое, наверное, знаете, потому что мы в протяжении ряда лет не являемся постоянными. То есть призеры на чемпионат республики при минимальных, так сказать, затратах. На протяжении уже последних двух лет наш баскетболист призывались наши баскетболучные баскетболисты в Белоруссии. Вот кроме того, наверное, мы писали в историю белорусского баскетбола, что два человека СНБА, это высшая баскетболинная ассоциация, у нас играют. Это тоже история. Пока в Белоруссии такого нет ни в одном виде. Представителю форум-сюд Соломоновой Надежде Валентиновне. Координатор, правда? Нет, я не координатор, я член группы рабочей, которая работает по проекту. Вот, послушайте. По сотрудничеству со шведской организацией, которая называется «Солинд». Это тоже рабочая группа со шведской стороны. И совместно мы сейчас реализуем проект, который называется «Матери-одиночки». В ходе организации летнего лагеря для детей наших в Бомицке в Швеции возникла такая идея создать и поработать еще над каким-то совместным проектом. И решили выбрать тему именно «Неполная семья». Как ячейка общества, это нормальная традиционная полная семья. А именно для Беларуси, это глобальная проблема, это неполная семья. И проблема, с которой сталкиваются именно матери-одиночки у нас в стране. Проект был в основном создан шведской стороной, но скорректирован уже здесь. То есть для шведов, например, никак не понятно, как можно в одной двухкомнатной семье проживать несколько поколений. Или, например, если мать с отцом находится в разводе и проживает тоже на одной жилкой площади. Корректировались вот такие моменты, которые... То есть для шведов богатой страны это ненормально. Если у них получается ситуация, когда разводятся супруги, одной из сторон предоставляется бесплатно, причем предоставляется жилплощадь отдельно. И много других таких небольших нюансов. Значит, главная цель проекта это усовершенствовать ситуацию матери-одиночек путем обучения их, для того, чтобы они сами изменили свои условия и возможности. Одним из методов работы избран это кружковой метод работы. То есть будут образованы кружки, куда будут приглашаться матери-одиночки. И по желанию уже матери этих одиночек будут рассматриваться различные вопросы. То есть приглашаться специалисты, юристы или из других областей. И, значит, проводить какую-то работу. Если изъявят желание получить какую-то дополнительную работу, переквалифицироваться, потому что у многих матерей проблема такая, что именно как заработать деньги, дополнительные деньги на жизненное обеспечение себя и своего ребенка. Поэтому такой кружковой метод будут работать в кружке. И туда будут приглашаться неформальные обстановки матери, специалисты разных профилей, которые будут проводить лекции или просто тоже собеседование, отвечать на вопросы интересующие. Матерей получают работать в 2003 году и рассчитан на три года. Будут идти обучение людей, которые будут называться лидерами кружков, которые будут работать в дальнейшем с матерями. А потом уже эти лидеры будут обучать матери-одиночек. Что кроме морального удовлетворения получат матери-одиночки в материальном плане? В материальном плане здесь дело в том, что проект не направлен на то, что кто-то придет со стороны и будет им платить деньги для улучшения их положения. А именно, как как раз очень описано, это будет не то, что маме принесут рыбу сегодня или еще какой-то продукт и скажут вот. А ее будут учить, как научиться самой зарабатывать деньги. Не фишируем, но мы уже в этом году вывозили 20 детей, матерей-одиночек за границу. И вот эти матери, 20 человек, претенденты для обучения. Во всяком случае, они готовы сотрудничать. Двуночки станут одиночками, я думаю, и вступят в этот проект. Здесь так вопрос не стоит. Здесь именно стоит вопрос на том, чтобы научить их дать уверенность матерям. Потому что вот когда смотришь на... Когда вывозили мы детей и смотрели на их поведение, В общем, иногда ситуация была не очень такая, скажем, нормальная. Когда мальчику 12 лет, он не умеет играть в футбол и никогда не ездил на велосипеде. Вот когда сегодня выступал представитель от физкомитета, от спортивного комитета, и говорил, что вот дети сидят за компьютером, то мама просто сказала, что на роликах кататься опасно. Он может упасть и сломать ногу или руку. То есть, может быть, надо не ребенка учить идти в спортивную секцию, как разговаривать сначала с мамой, что это нормально, и что ребенок, чтобы быть здоровым, тоже должен посвящать себя как хоть начальным, не знаю, каким физическим упражнением. То есть дети, конечно, вот этих матерей очень умные, потому что большую часть времени они посвящают чтению книг. Они не ходят, у них нет друзей. В свободное время они проводятся своими мамами. Но вот большая часть детей, которых мы вывозили, это мамы с высшим образованием, либо медики, либо учителя. Жизненная ситуация у них так сложилась, что они либо вообще не были замужем, либо расстался брат. Поэтому в этом смысле мама тоже себя чувствует ущербной. Тут еще и менталитет наш. Если у нас всегда считалось, что это непорядочно быть одинокой или что-то. Поэтому комплекс неполноценности складывается сначала у самой мамы, а потом уже на физиологическом уровне и депрессии, и другие вопросы возникают. И все это отражается на ребенке, потому что сброс негативной информации идет на ребенка. Встретимся через три года, посмотрим, что будет. А вот, кстати, а где-то этого проекта? Будем стараться. Будем стараться. Конечно. Почему? Ведь кружковая работа в чем заключается? Если соберется пять-шесть мамы, предложить создать, например, кружок по знакомству... По изучению другой страны, да, и других стран, пожалуйста, дружба какая-то завязывается. Одиноких мужчин. Хотя бы одного на пятерых. Почему именно выбрали категорию материи? Дело в том, что в Швеции немножко другое отношение к женщине, вообще к материи. Женщина, потому что она, ну, в основном в семьях. И бюджет в ее руках содержится, и кухня в ее руках. Поэтому решили именно направить проект в этом направлении. Вы сказали переобучение, это понятно, да? А вот работа именно с точки зрения психологии предполагается, и в каком ключе именно? То есть, вот, допустим, европейская модель, да, и русская модель, азиатская модель. Да, в каком ключе это будет двигаться, и нет ли, ну, это в порядке так, предложения какую-нибудь секцию домостроя организовать, грубо говоря. Проекта будут организованы конференции, по нескольких конференций в год. То есть, сюда будут приезжать со Швеции представители, и вот конференция любая, которая запланирована, например, тема конференции «Здоровье, совместное сотрудничество и дружеская поддержка». Значит, конференцию проводят как представители шведской стороны, так участвуют и представители наши. Лекторы, будут приглашены из институтов и так далее. А насчет домостроя здесь уже, конечно, я не могла бы... Я имею в виду антиагестрация. Поэтому, почему одинокие? Ну, почему одинокие? То есть, причина в чем? Да. Ну, тут будет выяснять причину. Нет, здесь проект направлен не на то, чтобы причину, проект направлен на то, чтобы поддержать эту маму, чтобы вывести ее из этой рутины домашнего хозяйства. Чтобы она увидела, что она тоже человек, не давлял на ней этих комплексных полноценностей, что если она в развод, значит, и вбросили, она никому ничего. Ее ребенок никак не будет. То есть, самое себя на нечто другое. Я правильно понимаю? То есть, после того, как произошло... Я не знаю, дело в том, что причин развода ведь очень много. Бывает, что мать сама может выступить инициатором развода, и тогда, может быть, на дне не давляет этот комплекс неполноценностей или еще какие-то там депрессионные моменты. Бывают же и другие ситуации. И это цель, но с какой целью? Как с какой целью? С какой целью? Вы понимаете, что здесь у нас больше упор сделан на то, чтобы вот детей этих матерей... Почему? Вот как мы столкнулись с детьми, дети все не инициативные. Они знают, что за ними стоит мама. И вот, как я уже сказала, дети все очень умные. И вот такой вот ребенок заканчивает в ВУЗ, а он туда поступит. И выйдет из него не инициативный работник. Пусть будет он очень умный, но он... Это не как правило, очевидно. Да. Нет. Я вот знаком, у меня женщина-то одиночка, у него сына. Помочь создать нормальную ячейку в обществе семью. Вот что из трех. Это очень тяжело. Просто хотя бы вот эту маму отвлечь немножко от ее проблем. Может, это и маме лучше, чем с мужчиной, который вообще ничего не... А здесь речи не идет о том, что будет какой-то у нее мужчина или нет. Просто мама осталась одна. Пригласить маму. Речь идет о проблеме. То есть семьи, которые имеют действительно вот проблему взаимоотношений матери и ребенка. Так? Это совершенно другой вопрос. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы? Да, у меня можно вопросы. Да, пожалуйста. На каком уровне будет оказываться психологическая помощь? То есть специалистами какого уровня? Это волонтеры или высокооплачиваемые? Да, это следитет, и пушков будут волонтеры. Это правило. А их кто будет обучать? Обучать. На первом этапе получать свои машины. Но опять же, будут приглашаться тоже специалисты из нашей страны. На некоторых позициях совершенно разный подход. И менталитет, и всего остального. Спасибо. Спасибо. Можно вопрос неполный, как с ними? Я вообще не с ними. Они целый день я во дворе гуляю, и она к ним. Периодически я ее оттаскиваю, значит. И привожу чувства, там сказать, реабилитиву. Вот этот вопрос вы не учитываете, что это? Это вопрос не только их. Вопрос надо в масштабе социального общества разводнуть и посмотреть на этот вопрос. У нас общественная организация работает здесь. А у вас такой вопрос... Просто выделяет одну единственную такую приоритетную базу, может? Нет, еще базы никакой нет. Мы просто еще сами пробуем это все пробуем. Дело в том, что я немножко описала ситуацию в одной экстремальности. Когда мама полностью, значит, так суперопекой занимается своего ребенка. Но есть же наоборот другая экстремальность. Когда мама занята устройством своей собственной жизни, а ребенок 24 часа в сутки, можно сказать, предоставлен самому. Вот они выходят за 4 часа в сутки и бьют мою дочку. Я ее сейчас оттащил, запретили мне общаться с маленькими детьми. А в чем жертвенность? Они чувствуют свою какую-то, может, ущербность и накидываются, пытаются, за счет ее питаются. Исически? Нет, в моральном плане. Ну вот, за рамой... Другая, она мать-одиночка. Она на базаре торгует уже с какого года. Квартиру купила, компьютеры с сына возит во Францию. То есть в плане... Понимаете, если бы она хотела, базар он рядом, в принципе. Это в психологическом другом аспекте, в принципе. Но дело в том, что я думаю, ей просто это будет неинтересно. Ей да не надо. Она уверена в том, что она на 100% знает, как воспитать своего ребенка. Вопрос в чем? От чего они становятся материально одиночки? Это женщина, родившая ребенка от брака. И мать-одиночка это женщина, родившая ребенка в браке. Значит, принимает ли Ваша организация какое-то участие по общению с отцами, которые бросили своих детей? Ну, я еще очень обрубая здесь. Вы еще обрубили? Да. И дело в том, что проект еще не начал свою работу. Он начнет в 2003 году. И в течение первого семестра, то есть проект делится на шесть частей, и вот в течение первого семестра будут обучать еще только нас, рабочую группу в Гомеле, как работать, с кем работать, какими методами работать. Психологам не работают с такой категорией. Да, психология, подходы, понятно. Надо нам предоставить слово самому молодому нашему участнику. Начальнику транспортного центра университета имени Сахарова, Мироненко Максиму Николаевичу. Пожалуйста. И организаторов, прежде всего, конференции. Потому что, в принципе, я впервые присутствую на потомного рода мероприятии в Беларуси, именно которое проводится где-то в регионе, а не в Минске, а не за рубежом. И для меня удивительно, что, хотя большинство из вас, я понимаю, это вполне логично, воспринимают меня с большой долей иронии, но тем не менее я так этого особенно не ощущаю. Может, не хочу ощущать, но это другой вопрос. Как бы, имея уже опыт, ну, довольно-таки я могу сказать, что большое участие подобных мероприятий за рубежом хочу отметить, что довольно-таки высокий уровень. Мержина для меня. Спасибо. Победитель такого проекта? Ну, много проектов, и всех победителей. Да, ну, я, наверное, хвастаться, я буду хвастаться. Да, конечно, это же наше будущее, мы должны гордиться. Мы должны гордиться. Хорошо, ну, тогда я не буду, наверное, рассказывать о том, что такое экология, как она важна, что такое здоровье. Ну, хотя, наверное, стоит остановиться, что для большинства населения здоровье – это всего лишь хороший анализ крови, и всё. А то, что… Так, ну, давайте, оппоненты, держите свои высказывания. И как бы все остальные факторы, которые непосредственно влияют на самочувствие человека, на его жизнь, остаются за бортом внимания того самого человека. На данный момент времени, как бы, человечество, Землю, уже, ну, большинство его участок, более-менее относительно живущие в нормальных условиях, пришло к выводу, что проблемы вообще экологии, это проблемы планетарного масштаба, и как бы их решать, находить пути их решения следует сообщать. То есть, применяя и адаптируя опыт других у себя непосредственно, в своей среде обитания. В этой позиции я исхожу, проводя какие-то свои научно-исследовательские работы, занимаюсь научно-исследовательской работой, осуществляю какие-то проекты. То есть, это адаптация, применение, разработка, ну, своего нового, но также успешная адаптация опыта зарубежных исследователей именно в белорусских реалиях. Улучшение экологии началось с посещения такой организации в городе Савтогорск, как экологический центр учащихся, который очень тесно сотрудничает с местным муниципалитетом, с Савтогорской инспекцией по экологии, а также довольно успешно сумел привлечь к себе внимание конкретные инвестиции зарубежных партнеров. Будет введено на 15...